Здравствуйте, это новости на Лото 24 в студии работы Чултон Гебекова. В аэропорту имени Исхака Розакова в Исфане накануне встретили первый рейс по маршруту Бешкек-Исфана. Из Бешкека прилетел 81 пассажир, а из Исфаны улетели 105, включая детей. В аэропорту имени Исхака Розакова в городе Исфана встретили первый рейс по маршруту Бешкек-Исфана-Бешкек. Из Бешкека прилетел 81 пассажира, а из Исфаны улетели 105 пассажиров, включая детей. Регулярные авиарейсы по этому маршруту выполняет авиакомпания ТСЖ частотой раз в неделю по понедельникам. Длительность полета составляет час 15 минут. Сегодня радостный день, так как открытие прямого рейса из Бешкека в Лейлекский район объединяет и облегчает путь кыргызстанцев. Ремонтные работы полностью завершены, и аэропорт прошел соответствующую сертификацию. В свою очередь благодарность выразил Аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов. Отрадно, что после нескольких лет аэропорт в городе Исфана вновь начал функционировать. Наши жители ждали этого дня, так как за час 15 минут можно будет без проблем долететь до столицы. Отметим, в 2020 году аэропорту присвоили имя Исхака Розакова. Также завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Уложено 75 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия с применением современного специального синтетического материала геосетки. Длина взлетной полосы 1735 метров, ширина 35 метров. У граждан появилась возможность добраться в столицу и обратно за короткое время. Время полета чуть больше часа, а в аэровокзале созданы все необходимые условия, все обновлено и отремонтировано. Кроме этого, в 2019 году был построен новый аэровокзал общей площадью 553 квадратных метра с новыми стойками регистрации, досмотровыми аппаратами, багажной лентой, комнатой матери и ребенка. Другими словами, созданы благоприятные условия для пребывания пассажиров в аэропорту. Медучреждения Ожской области и Южной столицы получили 26 автомобилей скорой помощи. За последнюю неделю случаев коронавируса в регионе не зафиксировано. В прежнем графике начали функционировать и объекты образования. Об эпидситуации в области в следующем материале. Школа номер 4 является самой крупной в Аше. Возвращение к прежнему режиму обучения разрешено лишь с 18 января. Новая четверть началась с новыми правилами и требованиями. Школа начала работу сегодня. Несмотря на то, что она открыла двери после длительного перерыва, все ученики пришли. Дети заходят через одну дверь и проходят дезинфекцию, после выходят в другую. Контролирует это все отдельный человек. В день расходуется до 20 литров спецраствора. Запасов хватит максимум на две недели. Горано выдало 233 литра антисептика. По расчетам этого должно хватить на 10 дней. Но еще надеемся приобрести. Сначала начинайте решать, хорошо? По информации городского штаба, в прежнем режиме обучения начали работать 55 школ. За последние двое суток заражение не зафиксировано. С началом пандемии техническая база АШа обновляется. Лишь за полгода город получил 11 карет скорой. На станцию поступает ежедневно более 150 обращений. Дежурит 26 единиц техники. Однако учреждение по-прежнему нуждается в реаниматологах, кардиологах и педиатрах. В период пандемии такого рода современная техника была нужна как воздух. Благо, что техническая база обновляется, но у нас по-прежнему недостаток кадров. Мы готовы сотрудничать с желающими. На сегодняшний день эпид-ситуация в регионе стабильная. Медики, в свою очередь, просят граждан не расслабляться. Тем более на фоне нового штамма вируса, который сеет панику в Европе. Улан Касенов, Нуркасар Драхманова, Миргуль Бокошева, Акджу Лайбашев, Аллату-24, Горотош. В Таласе начали свою работу детские сады. Неделю назад заработали 16 дошкольных учреждений Бакаятинского района. Ожидается открытие подобных учреждений в областном центре. Для этого объявлены тендеры на закупку продовольственных товаров. Вместе с тем, Санэпидемнадзор выдал разрешение начать работу и детским садикам во всех районах. Подробности далее. Детский сад номер 9 в городе Талас был закрыт одним из первых. Впоследствии в ноябре здание дошкольного учреждения передали для размещения обсервации. Санэпидстанция проводит дезинфекцию. Работы начали с сегодняшнего дня. Откроем где-то в 25 числах. В областном центре дошкольные учреждения откроются 25 января. И если раньше в группах воспитывались 30-40 деток, то теперь их количество не должно превышать 25. Мы приняли такое решение согласно 201-му постановлению. Требования такие. На одного ребенка отводится 2,5 квадратных метра. И на одной кровати не должны спать по двое малышей. В Бакаятинском районе детские сады открыли свои двери для малышей еще две недели назад. Между тем дошкольные учреждения в Карабуринском и Монасском районах заработают после закупки продуктов. Аяна Байзакова, Аллато 24, Талаская область. И это были наиболее важные новости, что происходят в стране к этому часу. Ну а еще больше новостей смотрите на нашем официальном сайте ktrk.kg, на наших страничках в соцсетях и на YouTube-канале. Будьте в курсе событий вместе с телеканалом Аллато 24. С вами была Чулпон Медедбекова. До новых встреч в эфире.